Здравствуйте, меня зовут Светлана. И сегодня мы поговорим о том, как мы чуть-чуть утепляем наши обыкновенные курятники, потому что надвигаются холода, и надо подумать о наших курочках. Старые одеялки мы не выбрасываем. Я их вешаю на дверки, сейчас покажу. Вот, а весной все заново стираю, высушиваю, выжариваю и опять запускаю дело. Конечно, если совсем становятся старенькие, мы, конечно же, их выбрасываем. Но тут главное, чтобы не было сквозняков. Во-первых, мы обмели паутины. Делаю я это часто, потому что пауки работают бесконечно. Вот так я завешиваю свои двери старыми одеялами. Весной они стираются. Лаз, который там есть, я просто потом подвязываю в одеялках, чтобы они проходили. Когда сильнейшие морозы, просто все опускается, и получается все закрыто, если минус 30. Например, как-то было даже минус 33, и они уже никуда не выходят. У меня две дверки, одна и вторая. Лаз там уже заделала и полностью. Это когда идут у нас цыплята. Вот этот лаз я еще, конечно, сейчас подниму. Лаз у меня открыт круглосуточно. Они сами выходят, сами заходят. Только, я говорю, минус 25-30. Я их закрываю. Прикормим. И чуть-чуть можем, потому что они мои днем все равно выходят. Так как у меня насыпано там большой слой перегноя, они все равно в нем копаются. Вот мы вчера почистили полы, почистили. Сейчас я здесь насыпала опилок. Чуть-чуть соломы, они ходят, копаются, что-то ищут. Что еще я делаю? Во-первых, я меняю шторы на гнездах. Многие спрашивали, зачем. Но за тем, чтобы птице было комфортно нести, чтобы она не видела других курочек, которые постоянно где-то что-то копаются. Вот, я меняю постоянно. Зимой меняю еще, в январе. И вот обязательно перед зимним периодом. Вот. Шторочки беру светлые, чтобы казалось, что было более светлее. Вот. Обязательно мою стекла. Не так прямо чисто-чисто-чисто, но обязательно протираю, чтобы любой лучик солнца проходил к моим курочкам, когда сейчас начнется зима. Вот. Шторочки можно взять любого цвета. Это вот какие я нашла. И курочки там комфортно несутся. Надо создать условия, чтобы ей хотелось туда снести яйцо. Чтобы она не неслась по всей Ивановской, как я говорю. А именно, неслись они у меня все в одном месте. Ну вот, в том году мы придумали, там подсказывали нам, под нашествием мы положили железо. Вот. Удобно. Чем удобно? Во-первых, весь помет я утром собираю в ядро. И полы у меня сухие. Я сейчас стала реже намного чистить курятник. Потому что помет не перебалывается с копилками и не начинает преть. Так как у нас все-таки регион очень такой с сырым воздухом, у нас быстро постилка в нее моментально. И большую постилку я наложить не могу. Мы чистим, когда вот уже морозы, один раз в неделю. Обязательно. Но сейчас вот при таком, как говорится, у них вот постилка, я вчера вычистила, все шикарно. Повесили мы им тыкву на цепь. Это, как говорится, и развлечение, и еда. Где-то раз в два дня я вешаю капусту или тыкву. Что моя девочка? Вот. Мои девочки, вот видите, мы им чуть мешаем. Они у меня даже в линьке все равно несутся. Не знаю, видно или нет. Вот здесь курочка в первом гнезде вьет себе гнездо. Они прямо выкладывают из сена кружочек, как настоящий, как в природе. И она спокойно там несется. Видите, шторочки ей не мешают. Она специально прикрыта. Я просто вижу, что сено, как говорится, шевелится. Именно сено или солома опилками даже не пользуются. С опилками они могут и расклевывать яйца, как говорится. Они в них начинают не то, что расклевывать, они друг от друга их сталкивают. Потому что они начинают в опилках копаться. Они же с опилок не могут гнездо сделать. Вот видите, уже вторая пошла. Начали воевать друг с другом. А из сена соломы они плетут прямо себе вот такие кружочки, гнездышки настоящие. И там просто не видно. И там прямо яички лежат, как будто как в сказке. И вот они, вторая пошла занимать место. Та работает, а эта на халяву. Так что вот так. Эта дверка тоже будет завешена. Все будет завешено старыми одеялками. Главное, чтобы не было сквозняка. У меня сарай не отапливается. У меня, когда сильные морозы, горит инфокрасная лампа посередине сарая. Как говорится, стараемся придерживаться всей техники безопасности, которая можно. Вот. Обогреватель я им не ставила. Так как их число большое, им тепло. В любом случае. И вот почему. Я тоже, когда начинала, у меня было 10 курочек. Сарай все-таки большой. И 10 курочек сами себя не обогревали. А вот сейчас, конечно, они себя обогревают. Здесь даже вот когда на улице у нас минус 3 было, минус 4 заходишь, здесь париловка в сарае. И у меня сразу открыты двери. Мои курочки гуляют круглый год. Плаз, как я сказала, открыт. А у окошка тоже, видите, я тоже все-таки протерла. Все, везде должен проходить лучик света, чтобы солнце, личные лучи в любом случае проникали к ним в сарай. А вот, когда начнется зима. Зима прогнозирует в этом году синоптики очень-очень снежную и суровую. Так что мы начинаем уже готовиться сразу. Пока постелка небольшая, она им не надо большая. Еще плюсовые температуры. Но постепенно будем подсыпать солому. Солому вчера съездили на пилораму, опилок привезли. Вот, солома у меня заготовлена. Так что мы готовы к зиме. Вот, в одном мы сарае навели порядок, в другой еще не приступали. Но там у меня будут петухи до декабря, и все, я их убираю. Сарай будет пустой. Многие спрашивают про осушитель, постелки. Мы пробовали в том году, но у нас очень большая влажность. Я еще раз говорю, я не могу насыпать большое слово. Меня тогда змеют все полы. Это у кого земляные полы? Да, можно насыпать, можно использовать и бактерии, но у нас это не работает. Бактерии там живут, начинают развиваться плюсовые температуры. У нас, если минус на улице, минус 20, у нас от земли очень холодно. Вот, поэтому я просто привыкла, каждую неделю мы чистим, соломы засыпаем. Куром, во-первых, развлечения на всю неделю, они копаются. В соломе обязательно где-то остается зерно. Но у меня солома овсяная, это самое классное из того, что есть, для меня. Так что будут вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу.